Винни сказал, чтобы я проверила компьютер, но не этот, а вот этот. Возьмите мышь, чтобы включить ПК. Через Tool for Thieves ты сможешь закупить новые снаряги. Но всем этим добром еще надо уметь пользоваться. Щелкни по Steel Your Forum. Он с таким акцентом смешным говорит. Точнее, так выпендривается просто. Steel Your Forum. Ну. Тут ты можешь купить всякие секреты. Инфу о том, что где лежит, как охраняется, кто двери не закрывает. Ну, ты понимаешь. Глянь, что я написала про Green U109. Green U109. Там у нас живут Мартины. Это старенький домик. Мы уже там были, да? Уязвимость безопасности дома. Купить за бесплатно. Супер. Что мы узнали? Что мы узнали? Поврежденный деревянный забор за домом. Легко сломать. То, что надо. Возможное местонахождение добычи. Берем старый телек. Немало стоит. Посмотрим. Уязвимость. Еще одна уязвимость. Запасной ключ от двери лежат в ящике. И... Дома никогда никого не бывает. Отлично. А теперь иди к своей тачке. Все. Все посмотрела, да? Все углубила. Побежали, побежали. Скорее на наше первое серьезное дело. Надеюсь. Ну, я-то знаю. Но я вам не скажу. Сначала с багрой добычи в ломбард. На гринью 109 тебе надо прийти налегке. Точно. У меня же картина осень. Еще с предыдущего. С прошлой серии. Можете посмотреть. Начало всех к началу. Так что? Едем в ломбард. Привет. Открыто. Давно не виделись. Давно мы с тобой не виделись. Да, я тоже очень рада. Смотрите, что у него тут только нету. Гитары. Электрогитары. Глобусы. Телеки. Как выживаешь? Да, кстати. У него эффект Монализы. Короче. Он... С какой бы стороны вы на него не посмотрели, он все время за вами наблюдает. А, смотри. Я тебе привезла чайник, кастрюлю. Да? Да? Много мы всего украли? Так, подожди, подожди. Ах! Нет! Ты что? Отдохай! Настало время, ограни ее 109. Достань мне оттуда телек. И не вздумай загнать его кому-нибудь. Блин. Я хотела просто показать. Вау. Что это было? Ладно, держи. Здесь зеленая звездочка, но я не буду спойлерить, пока пойдем по сюжету. Просто отдам ему. Хотя я могла бы заработать чуть больше, но всему свое время. Да? А, кстати, что он сказал? Он сказал... Что он сказал? Украдите старый телек. Да, точно. Понял? Телек тебе не достанется. Картина. Слушай, у меня же тут есть картина. Ты знаешь, сколько она стоит? Я ее украла в очень крутом элитном доме, так что давай. Не разочаруй меня. Где цена? Что-то ты какой-то мутный тип. Где цена? Вы видели цену? Сколько она стоит? Ладно. Едем за телеком. Вот поэтому ты и не получишь телек. Улица Гринвью. Едем налегке, с пустыми руками. Не поняла, почему. Почему? Я же настраивала машину. Окей. Надеюсь, это больше не повторится. Мы не видели еще улицу. Да, здесь очень много разных домиков. Приятная солнечная атмосфера. Сейчас на дворе зима. Хотя, если вы смотрите это видео в будущем, а давайте сократим. Сократила. Понятно. Почему-то я привыкла, что во всех играх все эти столбы легко сносятся, но, видимо, не в этой игре. Я смогу же сократиться? Что это за дом? Так, вижу мусорник. Стоп. Давай, тормозим здесь. Опа. Нормально. Очень классно, но совсем ненормально. Ну, да. Подожди-ка, может, на пельюшку тебя взять? Не, ладно, будет непонятно. Издали будет непонятно, что там. Ну вот, есть мусорник. Но мы пока не будем в нем прятаться, да? А вот и уязвимость в безопасности дома. Старый забор, который можно сломать. И дома никогда никого не бывает. Это мы с вами помним. Правда, нужно внимательно следить за улицей. Потому что на улице нас могут заметить. И, наверное, это плохо кончится. Ну что, откуда начнем? Начнем с ванной комнаты. Ух ты. Как классно я начала. Мне уже нравится. Хорошее начало. Почему они держат деньги в ванной комнате? 15 баксов. Типа они копят на стиральную машину? Ну вот. Начинается. Начинается. Мини-маленькая ванная. Ого. Туалет открывается. Еще скажу, может, что я ванную могу включить. Давайте как фазмопобии мы сейчас наберем воду и проверим, есть ли здесь какой-нибудь банши. Холодильник. В холодильнике что-нибудь есть? Нет. В холодильнике пусто. Не поняла. Смотрите, у них табличка с улицы, с номером дома пробита прямо насквозь. Насквозь бетон, арматуру. Что это? Что это? Тостер. Старый, грязный тостер. Ну куда же без этого? Мы прям, как вы знаете, отчаянные какие-то домохозяйки. Чего ты не кладешь? Вид шикарный. Мне даже как-то жалко их тут обворовывать. Есть, да, такое чувство? Просто тупо жалко. Ух ты. Вау. Ладно, берем. Боже ты мой, посмотрите, какая маленькая вилочка. Я сразу вспомнила русалочку, где она... Диснеевский мультфильм, да? Где она накручивала волосы на вилку. Думала, что волосы... Вилка это расческа. Так. Я не могу. Я просто не могу с этой вилки. О, а вот и ключ. Я не знаю, нужен он. Мы еще сюда вернемся. Ну, давай так. Обмен. Может быть, деньги? Нет. Денег здесь никаких больше нет. Хотя нет. Что я говорю? Деньги есть. Я могу залезть в ташка? Могу? Опа. Лучше так не шутить, а то еще останусь там на веки вечные. Еще деньги. 15 баксов. Да, я угадаю. Да, угадала. И здесь сколько мы уже в общей сложности собрали? Блин, ну неплохо так. А это старый теле, который немало стоит. Берем. Я, конечно, не думаю, что он прям реально немало стоит. Выглядит. Черт, мне же дверь еще надо открывать. Ладно, постой здесь. Слушайте. А по-моему, круто выглядит, да? Ты типа такой сидишь на кухне. И удобно. И красиво. Ой, там кто-то уходит. Так, так, так. Подожди, не трогай дверь. Начинается. Начинается то, что в прошлой серии. Все. Задание выполнено. Никого нет, да? Ой, калитка. Блин. У меня руки заняты. Люди, кто-нибудь откройте, пожалуйста. Ну хорошо, где моя машина? Я забыла багажник открыть. Вот в прошлой серии, если вы смотрели прошлую серию, я писала, я говорила, что я всегда открываю багажник. Сейчас вы посмотрите, как я всегда его открываю. Но на самом деле его реально надо открывать перед тем, как вы уходите на задание. Потому что если вы спешите, очень помогает заранее открытый багажник. Вот такие прибегаете. Быстро туда все вот это вот загружаете. Можно даже не закрывать. И просто уезжаете. Все, Винни, мы едем домой. Главное, никого не задавить. Это самое главное. Телек забрали, да? Это же было основное задание. А что они сами не могли его забрать? Может, они меня проверяют? Может, это проверка? Еще одна успешная миссия выполнена. И мы получили S с восклицательным знаком. Все звезды за скрытность. Отлично. И 20 XP за сюжетное задание. То есть за основные объекты по 10, да? Нормально. Маловато. Вижу, тебе удалось достать телек. Зайди на Блэк Бэй. Блэк Бэй. Это... Это в моем компьютере. Так. Я... Смотрите. Я могу поднять... Я могу поднять его повыше. Нет. Повыше. Типа это было самое высокое? Ну? Нет? Ой, ладно. Хорошо. Блэк Бэй. Я сделал страничку для этого телека. Зайди на нее и продай его. Это пиратский сайт. Ну, типа. Телек. Это электроника. Правильно? Правильно. Старый телек. Штат баксов. Отличная работа. Теперь шелкни по вкладке. Рентета. Смотрите. Здесь много всего другого, что нужно. И... Вот. Это то, что я сегодня взяла в этом доме. Если нажимаешь на боковую кнопку, видите? Зеленая звездочка. Куда? Отдай. Это значит, что мы продадим дороже, чем в ломбарде. Так что отдаем старый тостер за 40 баксов. Блин. За 40 баксов можно купить новый тостер. Хотя, не знаю. Может быть, у них в Америке тут сумасшедшие цены. Боже мой. 2 тысячи баксов за какой-то красный подарок. 28 тысяч за тыкву. Ладно, мы к этому вернемся. Куда? Рентета? Так? Ты найдешь дополнительную работенку. Я выложил заказ специально для тебя. Вон тот. С посудой. Юморист. Гинни. Разбейте посуду в 110-м. Да? Принять 50 баксов за разбитую посуду. Ладно. Теперь езжай в 110-е и побей посуду там своим ломом. 50 баксов за разбитую посуду. И а сколько платят за разбитое сердце? Блин, ну кошмар какой-то. Я не понимаю, почему такие странные задания. Типа, побей посуду. И и что? Не, может быть, знаешь, может быть, это какое-то предупреждение? А у меня ничего нету? Нет. Возможно, это просто так. Мне кажется, или опять машина не так стоит. Ладно. Вроде ничего. Может быть, это предупреждение. Может быть, они кому-то перешли дорожку и типа, это такое лайтовое предупреждение. Мол, не суй нос. Так, стоп, а куда? Куда я приехала? Блин. Это неудобно здесь ставить машину. Это ж потом идти сюда. Нет, давай-ка мы по-человечески объедем это все дело. Знакомая баскетбольная такая. Так, не надо, не надо. Ты че? Ты че? Поехал он. Текстуры. Прямо как... Забыла, что хотела сказать. Прямо как... В каком-то фильме такое было. Ладно, неважно. Все, едем аккуратно. Здесь? Нет? А, так слушай, я же правильно... Боже мой, прости, прости, пожалуйста. Что я натворила? Я убила человека. и у меня осталась одна сковородка, которую можно продать в ломбарде, но уже некогда. Хорошо, что я не начала задание. Представляете, если бы я начала задание, наверное, мне бы все обнулили, раз он меня выкинул туда. Я не знаю, что в итоге теперь за это будет, но прям очень-очень печально, что так получилось. Я правда не хотела. Вы сами видели, и они специально... Чувак, прости меня, пожалуйста. А куда что? Нормально. Супер. Все. Здесь мы точно никого не задавим, зато зацените, какой классный вид открывается отсюда. То есть, можно прям наблюдать за всеми этими жильцами. Так, не поняла, это что? Это типа я могу... Опа. Опа, очки, ничего себе. Ничего себе. Здрасте, тетя. Ладно. Старинки. А здесь, кстати, свет. Меня сейчас может быть очень хорошо видно. Стой, а если мужчина там на улице сидит? А если мужчина сидит на улице? Это же все. Я же теперь не спрячусь. Нет, никого нет. Мне очень повезло. Ну подожди, у меня же были ключи. Я же могла зайти через парадную. Я же могла не заниматься этой ерундой. В общем, мы здесь были. Винни. Винни, я уже била эти тарелки. Хорошо. Зато мы сейчас увидим кое-что очень важно. Все? Нет? А, еще одна осталась. Хорошо. Давай. Не поняла? О. Хм, хорошо. Берем. Я тут слышала, что ты даже замок взломать не можешь. Обучись к основному. Думаю, теперь у тебя уже должно быть достаточно навыков. Да, Винни. Я умею воровать кастрюли и чайники в домах, где никого никогда не бывает. Смотрите, если вы смотрели предыдущую серию, то в этой коробке были спрятаны деньги, но теперь их там нету. то есть, если вы возвращаетесь в дома, которые вы уже воровали, в этих домах вы больше не найдете денег. И здесь тоже были деньги, кстати. Да. И вы не найдете ценных предметов. Если помните, здесь висела картина осень, и ее больше нету. Зато есть вся вот эта ерунда ненужная. так что все, уходим. До свидания. Блин, как жаль того парня. Надо же так, да? Стоп. Ошибка. Ошибка. Там кто-то идет. Выбегаем. Выбегаем, беги. Беги. Почему она так медленно бежит? А, где моя машина? Классно здесь. Мне нравится. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. женщина. Э. Какая грубая мадам. О, еще один, еще один гражданин, похожий на маньяка. Привет. Я тебя пуплю. Пушечки. Он прямо в лицо, мне своим лицом в лицо. Вау. Это да. Вот это классная парковка. Это я понимаю. Супер. Как теперь туда залезть? Надеюсь, я смогу залезть. Так, показалось, что там радуга виднеется. на горизонте пусто. Ничего нет. Вот здесь такой тихий райончик на отшибе. Все, я думаю, что мы можем ехать домой. Но перед этим наверное заедем в ломбард. Почно. Давайте заедем в ломбард. Да, здесь вообще шикарная парковка. Прямо недалеко до конца карты ломбарди. ломбард. ломбард. стоит 8 баксов. Запомнили. Сейчас узнаем, сколько за него дадут на блокбей. Так, бери сковородку, бери вторую. Все, спасибо, до свидания. Уезжаем домой. Мне там нужно разучить... Что? Отмойечку? Подожди. Улица дом. Мне нужно изучить что? Подожди. Достигните первого уровня. А, точно. Навыки. Посмотрите, как много навыков. Покачать мы это не можем. Не хватает очков. В нем злом замков первого уровня. Требуется так, ясно. Все, изучаем. вторую тоже могу открыть. Берем. Отлично. Теперь пойди, купи себе простую отмычку на туз. Птиц. О, Фитц. Что, я еще что-то могу прокачать? Не может быть. Не может быть. Ну-ка, оценивайте больше предметов. Бросайте кирпичи. Что же выбрать? Такой сложный выбор. Не, да, не могу. Давайте я проверю, сколько же мне дадут на BlackBase за этот старый чайник. Что мы взяли? Чайник 16 баксов, а там 8. В два раза больше. Неплохо. Отмычка. Простая отмычка? Или просто отмычка? Просто простая отмычка или подожди? Купите просто простую отмычку. хорошо. 20 баксов. Нормально, да? Вроде немного, вроде немало. Пока ты не вляпался в неприятности, попробуй взломать тренировочный замок. Я оставила его в гараже. А можно как-то отсюда? Нет, отсюда не получится. Ну, хорошо, идем взламывать замок. Смотрите, тут появился стенд с рекламой cooking симулятор и тренировочный замок. Первого уровня нужна простая отмычка. Вам нужно подобрать заколкой правильный угол, а затем повернуть замок. Чем ближе заколка к правильному углу, тем дальше повернется замок. Берем отвертку, боковую кнопку, вращаем отвертку, да, и супер. У тебя все шикарно получилось тем старым телеком в пустом доме. Но для настоящего дела надо ходить в разве будьте 11 7 утра и наблюдай что это с моей рукой что с моей рукой отпусти все пожалуйста ну-ка нет планшет не помог короче у меня нервный тип очень очень нервная работа понимаете ну что давайте на этом будем завершать серию поедем уже в следующий раз так реклама кукинг симулятора вау очень классно супер уже нравится уже берем да идем покупать проходим новую игру черт и плита настоящая и помидорчики настоящие супер большое спасибо за то что были со мной а если вы хотите то приходите в следующий раз увидимся в других играх в новых сериях я желаю отличного настроения всем большое спасибо и до встречи